Бокертов! Доброе утро, дорогие друзья! Мы находимся в недельной главе Торы в Эггель и мы должны с вами строить. Если мы строим храм, то Всевышний тогда делает мир во всем мире. Храм служит для того, чтобы был мир, чтобы выполнялись все прекрасные слова Ашема, сказанные в Торе, что если мы будем себя хорошо вести, то все будет хорошо. Невзирая на все, что сейчас происходит с этими страшными событиями, мы надеемся, что Всевышний остановит эту войну. У нас есть в храме такие предметы. После ковчега завета Всевышний сказал, что нужно построить стол, стол с хлебами предложения. Размер стола два локтя длиной и ширина его локоть и высота полтора локтя. Он сделан из акации, весь покрыт золотом. На нем прикреплены четыре отлитых золотых кольца для того, чтобы переносить ковчег. В него вставляются шесты из из акации, покрытые золотом для переноски. Вверху на столе идет венец, такое окормление красивое, как корона. И на нем идет такая этажерка с двух сторон. В каждой этажерке стоит установка, на которой лежат хлебы. Там какие-то трубочки есть, не полностью законченные трубочки, как половинки труб сделанные. По шесть хлебов больших на каждой половине стола. Каждый хлеб из двух амеров муки. Можете себе представить, что огромный хлеб. Если берем тот комментарий, что амер десятая часть эйфы, а эйфа тридцать девять литров, то можете себе представить, что взять десятую часть, три целых девять десятых литра или два килограмма семьсот тридцать грамм муки. И таких надо взять два объема и сделать хлеб. Какой-то огромный получится хлеб. Чудо было в том, что хлеб был пресный, как маца. То есть это не был квасной хлеб. Как его удалось сделать пресным, как можно пропечь его, быстро сделать, замесить, чтобы вложиться в восемнадцать минут, трудно сказать. Это было чудо, что Всевышний дал нам чудо и такой хлеб получился. Потом Всевышний говорит сделать минору на медном основании. И у нее семь светильников. Они располагаются на миноре. Ствол из ствола выходит ветви. Каждая ветва входит в шар, который находится на стволе. И интересно то, что эта минора вся из чистого золота и выкована одна из одного слитка золота. Мало того, пишется в нашем переводе, что на каждой ветви три черненые чашечки шар и цветок. А на стволе четыре черненные чашечки шар и цветок. То есть вся минора из чистого золота. Если написано сделай из золота и не написано было выковать ее из одного слитка, то можно понять, что золото бывает разного цвета. Есть мнение, что разные бывают. Но оно бывает и желтого цвета, и красного, и белого. И может какой-то сплав золота сделать. Нет. Из чистого золота с одного слитка выковать. Как удалось поменять цвет? Невероятно. Не пишется, что Маше не мог сделать минору. Всевышний ему показал изображение белым огнем по черному огню. Маше говорит, все равно я не могу это сделать. Всевышний говорит, брось золото в огонь. Маше бросил. Стукни молотком. Маше стукнул. И на утро была готова минора. Ашем сам ее сделал. Ма того, что это было чудо. Так она еще и стояла, держалась. Ее размер метра девяносто два или метра девяносто четыре высотой. Как она могла держаться? Ведь чистое золото мягкое, а золото мало. Всего один кикарно все. Со всеми ее предметами миноры, со светильниками, с совочками, со всем, что положено, с щипцами. Все, что положено для миноры. Потом у нас стоит в храме еще маленький джерфник для воскурения благовоний. Он сделан из дерева шитим и покрыт золотом. Тоже по краю его идет венец и идет четыре золотых кольца отлитых, на нем прикреплены. И этот джерфник служит только для воскурения благовоний. То есть он небольшой. Локоть на локоть его длина и ширина. И высота два локтя, где-то около метра. Вверху 50-50 сантиметров, чтобы грубо сказать, как это может быть. И каждое утро, после того, как чистили плошки светильника, который горел с вечера до утра, первосвященник, или пишется, Агарон, зажигал смесь благовоний на этом жертвнике. И перед тем, как зажечь минору на ночь, Агарон зажигал смесь благовоний на этом жертвнике золотом. Вот так вот. И этот запах распространялся на очень большое расстояние. Чудо было. Мы надеемся в данном случае, что мы строим храм. Мы должны хорошо читать Ору, просить Ашема, чтобы он успокоил войну. Чтоб запах этих благовоний дошел до всех. Всем все самого наилучшего. Урок был дан. За поднятие души Яков бен Нахум, Владир бен Григорий, Левин Шмуэль, Хая Малка бот Йосиф, Мир бот Аврагам, Память Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, За здоровье Светлана бот Клара, Анна бот Ривка, Полина Перл бот Соня Сура, Женя бот Ида, Лена бот Клара, Анна бот Елена, Евгений бен Софья, Двойра бот Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина бот Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бот Маэль, Евгений бен Берта, Евгения бот Ита, Искак, Шимон бен Бейла Моттел, Фира бот Анна, За хороший дух Аарона Рея бен Двойра, Денис бен Нахум. Всем всего самого наилучшего. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok